Старые старинные карты позволят вам узнать, как выглядела ваша или иная местность определенное энное количество времени назад, позволят вам узнать, где проходили или где находились старые почтовые, торговые дороги, тракты, поселения, деревни, села, которые исчезли в настоящее время. И старинные старые карты позволят вам найти такие места, в принципе, при удачном раскладе, и как следствие это повлечет так называемый удачный коп на выбранном вами месте. Есть различные источники, где вы можете посмотреть старые старинные карты, скачать их, приобрести их и так далее и тому подобное. Ну, допустим, такой сайт, как Rare Maps, я к нему никакого не имею отношения, но он очень, на мой взгляд, удачно скомпонован и позволяет понять, какие имеются старые карты, доступные для вашего использования. Ну, например, интересуют карты XIX века. Открываем, и здесь сразу предлагаются карты Стрельбицкого, карты Западного пограничного пространства, карты Шуберта, карты Менде. Очень часто упоминаются карты Стрельбицкого, карты Шуберта, карты Менде. Наиболее распространены, и многие, кто занимается копом, сопоставляют эти карты с тем, что сейчас имеется в действительности. Ну, допустим, посмотрим карты Менде. О нем можно прочитать на данном обсуждаемом сайте информацию, но всего известно 8 изданий губернии Тверска, Ярославская и далее они перечисляются. Я хочу сказать, что вам прежде всего лучше немножко узнать историю вашего или интересующего вас края, чтобы узнать, какой губерник, к какому уезду относился ваш или интересующий вас край, область, что позволит, в принципе, ориентироваться уже в старых картах. Мы посмотрели карты Менде, и если вы что-то здесь находите, вы можете эти карты найти и сопоставить уже с действительностью. Ну, допустим, вы живете в той области, которая относилась раньше к Тверской губернии или к Пензенской, но не важно. Также известны карты Шуберта. Военно-топографическая карта Шуберта, где три версты в одном дюйме, считается достаточно подробной, но хочу сказать, что она не все области захватывает, ведь видите здесь деление арабские, римские цифры, что позволяет вам выбрать какой-то лист, который поименован на карте Шуберта и уже его рассмотреть. Ну, допустим, не знаю, ряд седьмой, к примеру, посмотрим, вот он здесь, ряд седьмой, и вы выбираете соответствующий лист, шестой. И здесь он нам, наверное, предложит скачать, либо ознакомиться с интересующей вас областью, с выбранным рядом и с выбранным листом. Также имеются карты Стрельбицкого. Пожалуйста, вы можете тоже о них, об этой карте узнать, о его работе, куда это такой Стрельбицкий Иван Афанасович и так далее и тому подобное. Также, вот, допустим, посмотрим с вами, вот следующий сайт, металлоискатели. Посмотрим, что он нам предлагает. Он нам предлагает, допустим, такую рубрику старинной карты. И вы можете здесь также прочитать планы генерального межевания. Достаточно известная, скажем так, работа, связанная с тем, что в определенный временной промежуток проводились генеральные межевания Российской империи. И 35 губерний Российской Федерации были затронены данным межеванием. Здесь они перечисляются. То есть вы можете найти свою губернию, свой уезд и уже посмотреть согласно плану генерального межевания, где находились старые села, дороги, пашни и так далее и тому подобное. Это тоже достаточно известная информация, которая позволит вам найти интересующую вас местность. Хочу сказать еще раз, что сайтов и источников, где вы можете посмотреть, скачать, их очень достаточно много, посвященные старинным картам. Вот, допустим, на этом сайте металлоискателей-info.ru также можно увидеть информацию про карты Стрельбийского, трехверстная военно-топографическая карта, карта Шуберта и так далее и тому подобное. Также есть еще такие источники, которые позволят вам в режиме онлайна ознакомиться с известными картами. Ну, допустим, ретро-мап. Что оно нам позволяет? Вот мы выберем какой-то город. В данном случае я нажму, вот внизу здесь строчка идет. Еще можете выбрать, видите, здесь еще надпись какой-то интересующий вас местность, город. Но я выберу Вологду. И я здесь смотрю план Вологды, Вологодской, Россия. Что я делаю? Это включена определенная карта. Я включаю две карты. Видите, здесь вкладочка. Две карты. Это в настоящее время карта Вологды. А это, как выглядела та местность энное количество времени. Посмотрите, здесь я могу выбрать карту, ну, я не знаю, 1840 года. Посмотрите. Вот это, как выглядела 1840 года карта. В настоящее время, видите, здесь река Вологда. И вот она здесь протекает. Также я могу выбрать иную карту, 1908 года, пожалуйста. Либо, что иметь с 1943 года. И сопоставить, как все это выглядело. Был Сталинский район. То есть, достаточно удобные карты для использования. Посмотрим, 1908 год. Вот, пожалуйста, Вологда. Здесь улица. Соответствующая надпись. Здесь вот река. Видно, что кварталы были. Сохранились. То есть, можно выбрать различные слои. Но это здесь тоже старая карта. А здесь, допустим, спутник я поставлю. Чтобы понять. Вот сейчас это спутник. Можно поставить Яндекс, пожалуйста. Посмотрите, как это выглядело тогда. То есть, вы здесь выбираете карту. И здесь выбираете карту. Ну, здесь выберем, допустим, 1840 год. Пожалуйста. Еще здесь есть рубрика. Посмотреть карты. То есть, все достаточно очень удобно для использования. И позволяет вам получить какую-то информацию о интересующем вас местном. Также есть старые карты городов России. Вот, допустим, выберем поиск места Вологда. Вологда. Найки. Вологда на карте. Вот, пожалуйста. Карте 26 лет. 1989. Карты можно переключать вот здесь. Посмотрите, стрелочками. А можно выбрать карты здесь. Давайте посмотрим. Это место на старых картах. Меня интересует, допустим, 1913 год. Вологда. Можно здесь ссылку на это место поставить. Сохранить карту. Скачать. Можно прочитать о том, что выбрали настольную генеральную карту Европейской России с 1913 года. Скачать эту карту полностью. Информацию можно выбрать. Но я еще, знаете, что хочу выбрать другую карту. Посмотреть. Вот старую карту Вологды. 1908 год. Пожалуйста. И здесь наложить карту. Вот, допустим, спутник, гибрид. Посмотрим гибрид. Это старая карта и спутник. И посмотрите, здесь можно вот старая карта выглядит. А если я стрелочку приду, то они будут смешиваться. А вот как в настоящее время выглядит все это со спутника. Вот это место. Видите, здесь стрелочка подсвечивается. Не знаю вам, синим, сейчас зеленым, красным. И вот я беру, как это выглядит сейчас в настоящее время. Идет смешение слоев. Включен спутник и старая карта, которую я выбрал. Можно также выбрать еще какую-нибудь, не знаю, давайте посмотрим. 1862 года. Есть тут Вологда. Вот она, Вологда. Вот так выглядит на этой карте. Наложить карту. Гибрид спутник. Пожалуйста. Вот сейчас так. Вот так. То есть достаточно много способов есть для того, чтобы узнать о вашем месте более-менее подробно. Либо интересующим вас местом. Сравнить старые карты со спутниками. Также есть определенная возможность привязать старые карты, допустим, к вашему Android-устройству. Но это уже дорогая история. Вы о ней также можете почитать, как это все происходит. Но еще раз хожу от правильно выбранного места. Это аксиома, а не гипотеза. Зависит и результат вашего поиска копа. Так как вы можете ходить с бюджетным прибором, либо с дорогим, по плохому месту ничего не найти. А можете прийти на непаханное место, на невыбитое, как принято говорить. И у вас будут находки как и с дешевым прибором, так и с дорогим. Но находки будут. Ладно. Всем привет. Держим связь. Продолжение следует...